привет привет мои хорошие сегодня у нас воскресенье и знаете заодно совпало что сегодня праздник в турции сегодня день мам матери в турции всех мамочек поздравляю вообще всех женщин поздравляю так как мы все будущие мамочки мы приехали на завтрак запоздала сейчас где-то час дня приехали на завтрак деревне о змея поползла это уж желтоголовый приехали на завтрак ждем такое неплохое место сейчас я вам покажу погода суперская просто лето 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 уже все 20 20 сколько-то градусов уже принципе все-все наконец-то я надеюсь что можно будет через пару дней хотя бы морской сезон открыть сейчас змею пока она не успела убежать вон она большая я змей не боюсь что своих родственников то боятся они своих не обижают она хочет от меня убежать он не маленькая зараза вы смотрите какая огромная ищет дырку все соскочила убежала ладно а я вам тогда поснимаю местность здесь есть такие как шалаши но они пустые отличный воздух здесь здесь видимо когда-то был бассейн когда-то давно-давно может быть к лету принципе ну в принципе лето уже началось но что-то закрыто так место называется это оливковый сад еще что мы ждем завтрак дути грызет хлеб она не голодная сразу говорю у всех маленьких детей есть интерес к хлебу к булочкам даже когда они сыты не переживайте это хорошо мы гонят потому что мы голодим не морем мы не помним нет о том что мы не видим на нее она хотела меня где? где-то обратно не дома это вот она все как я люблю так принесли нам вот такой вот завтрак омлет в принципе яичницу яйца выбираете вы сами в каком виде вы хотите каймак с медом нарезка сыр и буни отяба его я нанда я его не люблю оливки сыр и в принципе мужа там колбаса жареная местная я ее тоже не люблю острова ты бывает береги и чаще станет тут принципе это классический завтрак все всем приятного аппетита есть вы за столом кто держит пост вкусивышний примет ваш пост мы не держим и шала завтра я уже начну держать все закрываемся какие красивые цветы мимо розы я никак не мог пройти и главное что вот эти вот розы очень вкусно вкусно пахнут мы все уже позавтракали посидели сейчас поедем к свекрови поздравим ее вот так вот называется место кто захочет из мира приехать чем джамлы кой чамлы точнее так приехали к свекрови весь день провели здесь дети поспали я тоже поспала бабуля вас бабуля выходила с детками на улице погулять по очереди вот и сейчас она будет искать пост и вторую сейчас я-то не держала пляв турецкий это рис вареный и кур фасоли дамяне это называется кур фасоли еда из фасоли и мясо и салат конечно же кстати я очень люблю именно как в турцию заправляют салат лимоном кисленький обожаю честно раньше не особо люблю здесь уже мама приготовила нам порцию еды мама всегда нас кормит вот так вот муж пошел в этот в пекарню за свежим хлебом знаете именно в месяц рамадан в турции продается свежий чурек называется пиде почему-то именно вместе с рамаданом продается я его очень люблю он вкусный он в два раза дороже чем обычный хлеб вот что там происходит мама придет ходила культуры и некий липы мама туда открою планки очереди вода мой дом вода 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 посмотрим в каком состоянии это алча ну уже большая но вам не видно наверное ее но я вижу уже большая крупная уже алча созреет и будет нам компот и варенье мама будет варить у луж свекрови три балкона и все три закрывает она здесь тоже у нее балкон чистый аккуратный темно здесь раньше мы здесь завтракали рано утром приезжали и завтракали здесь это что это наше автокресло по моему да наши два автокресла здесь и давали на хранение что у места много на первые годы первые два года 89 утра мы все здесь собирались завтракали потом это дело забросили потому что утром вставать рано утром вставать собираться а никто не хочет никто не хочет вот так вот поели мусы и крови все и ехали в районе джералты что вместе свежим воздухом подышали и чтобы поспали потому что такое время сейчас дома доча спать не будет вообще здесь еще есть вероятность что на улице она в коляске поспит сынуля уснул сразу зачем нам надо чтобы они поспали потому что 8 утра мы идем на мрт и нельзя чтобы они были выспавшиеся сейчас они поспят где-то ну где-то максимум до 3 часов ночи я им там спать с 3 до 8 не дам спать детям как бы сложно не было но такая тяжелая ночь у нас будет без поцепить как бы сложно не было нельзя им спать потому что они должны там уснуть вот надеюсь все у нас получится с первого раза народа много хоть уже 10 час ночи народа много на улице гуляются чай кофе люди пьют отдыхают и а вот тут мы у моря специально приехали именно к море потому что дети чтобы заодно подышали подышали и все не показывают мальчик спит дочью там и не видно даже сегодня кстати дети оба себя хорошо вели в принципе мне грех жаловаться на своих детей я так посмотрю я смотрю на других детей тоже как они себя ведут мои дети маша ласки ведут себя хорошо может быть пока не маленькие посмотрим когда подрастут как будет но пока мне грех жаловаться да и вся семья мужа тоже говорит что они очень спокойные ведут себя хорошо вот так вот короче не знаю поснимаю или нет потому что в темноте тут особо снимать ничего я не люблю вот эту вот ночную съемку посмотрим здесь и будет что снять с ним так мы так плотно поели там у мамы не знаю что мы здесь будем делать вот эти четыре часа просто ходить гулять спешать больше принципе нечего делать деловая ты да заставила папу себя взять да заставила да да поныла немножко и папа конечно же и взял на руки да и они скази мама скази мама хотя бы ты скажи основной не могу балдаем народу кстати немало так все посмотреть если подумать что уже почти 10 часов ночи и завтра рабочий день людям идти на работу народу много сидит отдыхает там дети везде люди сидят вот так у моря видите костры горят это чтобы не замерзли потому что все таки вечером море прохладно чай пьют и так далее вот так вот вот мои тоже идут рядом дочь и деловая такая деловая мамзель кто тут кричит кто кричит там подальше детская площадка особенно летом я замечала жаркое время летом люди выходят с детьми поздно ночью почему так первое время я не очень понимала потом начал понимать потому что летом очень жарко днем и ребенок получается весь день был дома так далее его днем жару не увидишь не выведешь погулять и люди вечером хотя бы выводят на свежий воздух своего ребенка и гуляют до познам поэтому получается что режима проект практически ребенка нет